Добрый день, дорогие наши зрители! Вы на канале Национальный Акцент. И сегодня мы с вами поговорим о тех народах России, про которые вы, скорее всего, вообще никогда не слышали. Это самые малочисленные народы нашей страны. Численность представителей каждого из них меньше 300 человек. Но, несмотря на это, они сохраняют свою культуру, язык и традиции. Но где вам еще об этом расскажут, как не на нашем канале? Поэтому досмотрите до конца и не забудьте поставить лайк и подписаться. В России живут 210 ижорцев. Это коренной народ Ленинградской области. Известный эпос Калевала – это достояние народной культуры карелов, ижорцев и финнов. Этот эпос очень интересный. Там лихо закручен сюжет. И он вполне сравним с Гомеровской Илиадой. Но мало кто знает, что некоторые песни Калевалы сохранились только благодаря наследию ижорских певцов. Ижорцы по языку и традициям очень близки к карелам. Было время, когда их даже не разделяли. Всех считали карелами. Сейчас это отдельный народ – коренной и малочисленный. Его название существует с 13 века. Именно так уже тогда он именовался в русских летописях. По переписи 1926 года в Ленинградской области жило 16 тысяч 30 человек, называвших себя ижора. Почему же сегодня их всего 210? Дело в том, что в годы советской власти, когда шли мощные процессы индустриализации, ижорцы, как весьма прогрессивный и мастеровой народ, переселялись в большие города. Ну а там, как известно, включаются естественные процессы ассимиляции для всех, без исключения жителей. На сокращение численности ижорцев серьезно повлияла и Великая Отечественная война. Большая часть мужчин пошли защищать родину и погибли на фронтах. А их семьи оказались на оккупированной фашистами территории и были насильно вывезены в Финляндию. У ижорцев много интересных традиций. Взять хотя бы ту же свадьбу. Всем интересно знать, кто как женится. Во время сватовства обручения все участники обряда курили табак. А после церковного венчания молодые разъезжались в разные стороны. Невеста ехала к своим родителям, а жених к себе домой. Праздновали это радостное событие порознь, каждый со своими родственниками. На следующий день супруг приезжал за молодой женой. Все садились за стол и праздновали. Потом они ехали к мужу молодому, опять садились за стол, но все, кроме невесты. А она стояла и кланялась на все стороны, приглашая гостей угощаться. Но это еще не все. После свадьбы молодой жене брили голову. По ижорской традиции женщина могла снова отращивать волосы только после рождения перлинца. Энцев в России еще чуть меньше, чем ижорцев. 201 человек. При этом они еще и делятся на лесных и тундровых. Этот народ издавна живет на берегах Енисея. Когда рядом поселились немцы и ингоносаны, число энцев стало сокращаться. Из-за ассимиляции с этими народами. Однако энцы в полной мере сохраняют свою самобытность, а не так давно у них даже появилась письменность. Лесные энцы приняли христианство. Но как и тундровые энцы, большинство из них по-прежнему придерживаются традиционных верований. Они поклоняются местным духам, хозяевам. Им и явлением природы делают подношения. Это может быть пища, мелкие деньги, спички, сигареты, кусочки сукна. Шаман у энцев важная фигура. Без него не обходится ни один значимый обряд в жизни энцев. Например, погребальный. Он очень интересный. Умершего энца одевали в специальную одежду, зашивали в оленьи шкуры, отвозили в тундру и оставляли там на нартах, соорудив над ним такой маленький шалаш. Рядом забивали оленя и оставляли самое важное имущество покойного. Но в полностью переломанном виде считалось, что в загробном мире все наоборот. То, что у нас сломано, там будет целым и будет служить своему хозяину. Так энцы заботились о своих умерших. Хотели, чтобы у них и в загробном мире все было хорошо. Истинность народа Водь – 99 человек. Археологические находки доказывают, что Водь живет на территории нынешней Ленинградской области почти 2000 лет. Этнографы описывают удивительные обычаи Води. Например, им известно, что в средние века представители этого народа практиковали брак, который сегодня мы бы назвали, наверное, гражданским. То есть молодые люди могли какое-то время пожить вместе, иметь отношения и разойтись. Так и не вступив в официальный брак. Венчались парень с девушкой тоже только по собственному желанию. А их родители могли узнать о предстоящей свадьбе только в день бракосочетания. На следующий день молодожены начинали ходить по гостям. Сначала жених наведывался в дом невесты, где ее родственницы в это время под дружный плач обрезали девушке волосы. После этого волосы невесты либо сжигали, либо дарили жениху. А он обязан был их беречь и похоронить вместе с женой, если та умрет раньше него. За свадебный ужин сажали всех, кроме виновников торжества. Они должны были ужинать после ухода гостей и в особой комнате. На следующее утро жена отправлялась к ручью, которым пользовалась семья мужа. И трижды набирала ведро с водой. А ее новая родня должна была трижды это ведро опрокинуть. Этот обряд продержался до 20 века, но претерпел некоторые изменения. Теперь жених и невеста били ногой по двум ведрам. Кто первый опрокинул, тот и главный потом в семье. В России, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, численность алюторцев 96 человек. А вот по данным двух предыдущих переписей, алюторцев у нас не было. Откуда же они взялись-то? Дело в том, что их раньше включали в состав коряков. Подробнее об этом у нас на канале уже есть видео. Если не видели, посмотрите обязательно. Традиционная религия алюторцев – шаманизм. Они почитали предков и духов хозяев природы. Представители этого народа – прекрасные охотники на морского зверя. В зависимости от времени года алюторцы сочетали и оленеводство с рыболовством, и морской зверобойный промысел. Алюторцы – большие коллективисты. Даже стада олени у них всегда были не в частной, а в коллективной собственности. У одного стада было 4-5, а то и 6 хозяев. Стоит ли упоминать, что обычно они были родственниками? Необычные и традиционные ремесла, которыми занимались алюторцы – это резьба по моржовому клыку, обработка меха, кожи и даже птичьих шкурок. Кереки – автохтонное население Чукотки. Ученые нашли доказательства существования древней керекской культуры 2,5 тысячи лет назад на этом месте. Этот народ никогда не был многочисленным, но сейчас их численность всего 23 человека. Это произошло из-за смертоносных эпидемий конца 18 века и резкого уменьшения источников питания, чему виной стала активная деятельность американских и японских китобоев в XIX столетии у берегов там, где жили кереки. Во времена советской власти кереки начали селиться в крупных селах и вступать в браки с чукчами. Любопытно, что в традиционных семьях у кереков царил матриархат. Главой семьи всегда была женщина. Именно она принимала все самые важные хозяйственные и семейные решения и даже занималась торговлей. Прежде чем что-то сделать, мужчина всегда спрашивал совета у старшей в роду женщины или у жены. И вполне мог получить отказ. Жили кереки большими семьями, а род вели, как вы понимаете, по линии матери. Ну теперь и вы кое-что знаете про самые малочисленные народы России. Напишите в комментариях, какой факт вас удивил больше всего. Не забывайте ставить лайки и делиться роликом с друзьями. Нам очень важна ваша поддержка. И помните, Россия и ее народы интереснее, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова